На сцене юные солисты и танцоры взяли те, кто всю свою жизнь трудились на предприятиях, развивали производство и были участниками самого массового молодежного движения советских времен. Вера Матвеевна Афонина вспоминает те года с трепетом и ностальгией. Все свободное время юная Вера вместе со своими товарищами тратила на общественно полезную работу. Собирали мы макулатуру, ходили, помогали пожилым. Я в сельской местности жила и знала, что кто-то плохо ходит. И мы приносили дрова и водичку. Вера Матвеевна приехала в Саров в далекие советские годы. Всю свою жизнь она посвятила медицине. Сначала работала в отделении хирургии клинической больницы, затем в профилактории ядерного центра. Сегодня Вера Матвеевна вместе с другими участниками праздничного вечера «Кодню комсомола» вспоминает старые добрые советские фильмы и поет любимые песни своей молодости. Это вообще незабываемое то время. Вернулось бы, хотя бы на немножко побыть в то время. Организаторы подготовили для старшего поколения интересную программу. Бальные танцы, советские песни, караоке, викторина названий известных картин советского кинематографа. Праздничный концерт, посвященный столетию комсомола, был пронизан атмосферой тех лет. Вы щедро делитесь опытом своей жизни с нашей молодежью. И рады, что молодежь любит вас за это и уважает. Мы желаем вам здоровья, душевной теплоты. Для всех гостей вечера организаторы подготовили вкусные угощения. За чашкой чая бабушки и дедушки могли пообщаться друг с другом в теплой, непринужденной обстановке. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.